Ситуация на границе с Чечнёй, назначение главного прокурора республики и изменение в ряде законопроектов. Эти вопросы обсудили сегодня депутаты Народного собрания на последние перед парламентскими каникулами сессии. Обо всём по порядку расскажет Зумруд Гамидова. Эту сессию ждали многие. Неоднозначная ситуация с границей Чеченской республики вызвала волну обсуждений, а слухи на интернет-площадках только добавили температуры и без того жаркому лету. Ясность внёс Хизри Шихсаидов, обозначив позицию парламента. Было принято решение на уровне полпреда. В этом году никаких разграничительных по границе не предпринимать действий. Всё перенести на следующий год, хорошенько подготовиться, изучить документы и в следующем году эту работу продолжить. С учётом того, что будут привлечены руководители районов муниципальных образований, джаматы районов и населённых пунктов. И всё это будет делаться открыто и прозрачно. Вот такая информация. Я бы просил с пониманием отнесись к этому. И сейчас не будоражить и общественность, работать с молодёжью. Кто постарше, вы хорошо понимаете ситуацию. Поэтому не надо раскачивать ничего, а надо благоразумие призывать и спокойно, я думаю, все мы вопросы порешим. Следующим вопросом стало назначение Алексея Ежова на должность прокурора республики. Кандидатура была внесена генпрокурором России. Выступая перед депутатами, Ежов заявил, что ему понятны проблемы Дагестана, главные из которых – это своевременное получение заработной оплаты, вопросы занятости и другие. В настоящее время мне хорошо известен обналённый коллектив прокуратуры республики и его потенциал. Понятны и те проблемы в Дагестане, которые требуют нашего внимания в первую очередь. Без внимания не останется ни один участок надзорной работы. В ходе сессии рассмотрели ряд поправок к некоторым законопроектам. Так, к примеру, если раньше на граждан распространялись штрафы за загрязнение территории, то теперь после внесённых поправок закон признали утратившим силу. И городские власти лишены полномочий привлекать к ответственности жителей. Против этого выступил глава города Салман Дадаев. Если мы отменим эту статью, мы лишим возможности административную комиссию, административно-техническую инспекцию города Махачкалы привлекать нарушителей за нарушение санитарии в городе Махачкале. И каждый желающий сможет выносить мусор без каких-либо последствий. Каждый желающий сможет рассыпать строительные материалы без каких-либо последствий. Каждый желающий сможет разрывать улицы города Махачкалы без каких-либо последствий. В связи с чем я прошу воздержаться, уважаемые депутаты, и не лишать городские органы полномочий привлекать к ответственности и регулировать данный вид деятельности, и привлекать административную ответственность за нарушения, которые я перечислил, дабы стимулировать воздержаться от таких действий. Всего в повестке дня депутаты рассмотрели порядка 28 вопросов. Парламентарии уходят на летние каникулы. Следующая сессия состоится уже в сентябре.